Время 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 Давайте, значит, поговорим все-таки о песнях. Ну, давайте. Кстати, вот мне бы хотелось услышать от вас конкретное определение вашего стиля. Можно конкретно как-то определить ваш стиль? Вы знаете, вообще это вопрос сложный, если честно. Говорить на него отвечать надо долго. Я, если постараться короче так, на Западе эти песни называются песни протеста. Когда мне однажды перевели одну из этих песен, и не одну, а много, я увидел, что это близко ничего похожего на то, что, предположим, делаем я или Булата, Куджава, в общем, из-за которого я начал писать свои песни. Я однажды услышал просто, что он свои стихи поет под гитару. И я понял, что можно просто воздействовать сильнее на публику, если еще стихи положить на какую-то музыкальную ритмическую основу. Так как я немножечко, в общем, владел гитарой, заставили меня и в детстве родители заставляли играть на рояле, я попробовал это делать и увидел, что это работает сильнее. В некоторых случаях не всегда, потому что стихи я продолжаю писать. Вообще я отношусь к песне авторской, в общем, авторской, которой я занимаюсь. Что такое авторская песня? Та песня, которую ты делаешь от начала до конца сам. Сам пишешь стихи и музыку, и исполняешь ее, и меняешь ее, и она всегда подвижна. В общем, короче говоря, это песня, которую хочется забрать домой и еще раз много слушать. В общем-то, это все равно стихи. Стихи, которые исполняются под гитару. Вот. Теперь, как ее назвать? Я не знаю, вы знаете, у меня так много разных-разных песен. Их, во-первых, около тысячи, может быть. Некоторые люди считают, я никогда не считаю. В которых есть, наверное, и гражданская лирика, будем говорить так. Но всегда, в общем, на очень высокой ноте. Меня спрашивали иногда за границей, почему вы так их прокрикиваете, даже дома? Почему вас, что вас так беспокоит? Ну, это очень сложно объяснить. Так же, как, вероятно, мне совершенно непонятно, почему они говорят, что песни протеста, те, которые поют певцы западные. Вы знаете, для многих из нас это настолько проблемы, в общем, мелкие, что меня всегда поражало. Я думаю, а против чего они протестуют? Ну, да, против войны. Ну, это все протестуют против войны. И, в общем, это не то, что банально, но знакомо и знамо. Я тоже пишу песни о войне. Много песен о войне. И всегда обращаются, почему. Один из вопросов, что нас, она всех коснулась, у меня есть и погибшие в семье. Это вопрос понятный. Почему я так могу против нее возражать? Ну, в основном, это песни на эту тему, потому что я стараюсь для героев своих брать в самые крайние ситуации, как в момент риска, когда они могут заглянуть в лицо смерти в следующую секунду, когда у них что-то должно сломаться, произойти, доведенных до отчаяния, до предела людей. Ну, в общем, короче говоря, не тех, которые там сейчас жуют или отдыхают, а тех, которые волнуются, нервничают, в которых нервы обнаженные. И поэтому всегда эти песни, вот эта часть песен, даже где бы я их ни пел, со сцены, людьми, домами, это, и скольким бы людям я их ни пел, я их всегда пою, как будто бы, ну, знаете, как в последний раз. Это всегда их поражает, удивляет. Вот. Молодец, ты сейчас не просеваешься? Ну, может быть, это у них животрепещущая тема. Теперь они направлены против войны, нищеты, инфляции, ну, что, короче говоря, каких-то конкретных проблем. Мне кажется, что наши песни авторские, они более абстрактны. Даже если это касается военных песен, ну, вот, например, моих, то все-таки нужно понять, почему человек, который никогда не прошел через войну, и, в общем, ну, семью коснулось, это понятно, почему я все время возвращаюсь туда. Возможно, вот от того, что я там чаще нахожу персонажей, о которых я вам говорил, в крайней ситуации, это первое. А во-вторых, все-таки это не песни ретроспекции о песне-ассоциации, написанные человеком, который живет сейчас, для людей большинство, из которых этого не помнят, не знают и так далее. И не только для напоминания. Ну, а для чего? Это, в общем-то, дело каждого, который слушает мои песни в зале. Я не научил писать. Я, видите, в чем дело, я начал писать много-много-много раньше. Ну, тут еще есть разные интересные вещи. Например, ну, каждый балуется в юности стихами и все. Потом как-то это уходит, считает это баловством. Я продолжил писать, ну, во-первых, потому что я начал писать под музыку, а во-вторых, потому что я еще попал в этот театр, где это было подхвачено, и сразу шеф захотел, чтобы это звучало в спектаклях. Так что, в общем, мне не дали прекратить. Да и, в общем-то, я бы, наверное, сам не смог прекратить, потому что тянет к столу, и ты не можешь от этого уйти. А чем вы выходили мне вообще? Ну, что такое жанр? Нет, нет, нет. У него городской роман. Вы знаете, мы совсем разные, поэтому, в общем-то, собственно говоря, вероятно, люди даже очень хорошие, если они работают в одном и том же жанре, у них есть какое-то соревнование. У нас с ним нет соревнований никаких. Я пишу очень в разных, правда, правда, в очень разных жанрах, политических, но все равно это, а если говорить о песнях, это жанр авторской песни. Авторской песни. Вы понимаете, вот, например, я считаю, что кино — это искусство режиссера, автора. Если режиссер — автор, тогда есть кино. А если он просто ремеслик, тогда кино нету. Так же, как вот и здесь, вот в этих вот песнях. Вот есть какая-то маленькая тонкость. Это, вы знаете, вот если вы обратили внимание, почти все мои песни написаны от первого лица. Булат реже это делает. Но я вам скажу, я даже не хочу сравнивать, вообще в этом разговоре его упоминать, упомянуть хочу только с большим уважением. И мы так закончим на этом, просто я его люблю, и стихи его, и как он это делает, и вообще просто как личность. Это само собой. Понимаете, вот я получаю письма, и в них спрашивают, не плавал ли я, не летал ли, не сидел ли, не шоферил ли, не воевал ли и так далее. Ну, во-первых, я так считаю это похвалой своего рода, потому что люди думают, что если человек так пишет и так знает предмет, хотя они ошибаются, я во многих случаях предмета не знаю, хотя, в общем, человек любознательный, любопытный, и очень пытаюсь как-то докопаться. Нет, тут есть самое главное, что в этом есть мое собственное мнение и суждение о тех предметах и вещах, и людях, и проблемах, о которых я рассказываю. Понимаете? Поэтому я хочу от себя писать, от я. Это первое. Ну, а если говорить о такой юмористической стороне дела, то, может быть, в отличие от него, в отличие от многих других поэтов, которые пытаются делать и песни, и стихи, все-таки я актер, понимаете? Я часто бывал в шкуре других людей, и мне, наверное, проще говорить от имени других людей. И, наверное, проще их проблемы на себя надевать, как кожу, понимаете? Вот из-за этого люди обманываются и думают, тогда я получил письмо не с вами, или мы выходили подорше из окружения, например. Или, предположим, я помню, как по Чуйскому тракту мы с вами гоняли мазой после машин. Этого не было ничего. Но вот не то, что хочется так думать, а, возможно, и так, но они верят, что это было, что это действительно так. И это не от того, что вот я там пишу чистую правду, я почти все придумываю, иначе это не было бы искусством, понимаете? Взять, даже зарифмовать какой-нибудь эпизод, это ничего не стоит. В общем, в принципе. Рифмовка где-то на четвертом там месте. Прежде всего это необычайное желание это делать, потом заставить себя сесть за стол, потом подманить вдохновение, почуять его, а потом уже рифмовать. Это так сказать не самое главное. Нет, это просто... Просто это... Это, я думаю, настолько придумано, что становится правдой для этих людей. Как вы, не сказать, сели, вы писали сетки? Вы знаете, только под впечатлением. Под впечатлением. И единственная песня о конкретном случае, который меня поразил, и то он придуман. Вот. Ну, альпинистская серия, это правда. Ну, и их нельзя назвать, эти песни. Я их очень ценю. Вы знаете, вообще, я к своим песням первым, дворовым песням, или их еще называют, блатные, городские, как угодно. Я отношусь с симпатией, с любовью, помню их. Они мне помогли искать форму простую. Потому что, в общем, эти песни, авторские, мои песни, во всяком случае, я хочу, чтобы они входили не только в уши, но и сразу в душу. И из-за этого настолько очищаешь и отбираешь слова, текст, и вместе это делаешь. Я работаю с магнитофончиком, маленький магнитофончик ставлю с собой. Там приходит какая-то строка, если она не лезет, я пытаюсь ритм. Это все вместе. Я даже не знаю иногда, что раньше, что позже. Иногда просто напишу стихотворение и начинаю мучиться с мелодией. Никогда ничего не выходит. Я бросаю, и на 15-20 раз исполнения моего на людях, на зрителях, выкристаллизовывается мелодия. Когда вот я, например, рассказал об этом композиторам, они были безумно удивлены. Они говорят, как так? Как это случилось? Потому что у тебя есть очень странные ходы, которые профессиональный музыкант никогда не сделает. Я говорю, вот, вероятно, от этого. И видите, в чем дело? Вот вы сказали о жанре, мне кажется, это есть манера беседовать с людьми при помощи песен. Ну, а если вы хотите, я вам расскажу маленькую-маленькое отступление, которое, возможно, совсем все разъяснит. Я ведь, когда начинал писать свои песни, я никогда не рассчитывал на то, что у меня будет большая аудитория. Они предназначались для четырех-пяти людей. И, как говорят, иных уж нет, от те долечи. Некоторые из них даже и умерли, эти ребята. В общем, Леву Кочеряну, он успел снять только одну картину, один шанс из тысячи. Он его поймал и умер. Потом, Вася Шукшин, из ныне здравствующих, это Тарковский Андрей, и Артур Макаров, писатель. В общем, компания была прекрасна. Мы жили полтора года, такой коммунный, что ли, вместе. Все были молодые. В одной квартире, на большом каретном переулке, на улице Ермоловой, про которую я даже написал потом. Вот. И я куда-то уезжал. Они уезжали, мы уезжали на заработки, привозили, там, какие-то рассказы, новые впечатления. И вот мои впечатления, я из них делал песни. И знал, что от меня, каждый раз, когда я возвращался, ждут песен мои друзья. Вот я на них рассчитывал. Значит, при самом начале, когда они начинались, эти песни, там была атмосфера доверия, раскованности, непринужденности, дружественная атмосфера и свободы. Понимаете, я никого не стеснялся, я уверен был, что их интересует, что я им спою. И действительно, это было так, потому что, ну, в общем, мы одинаково думали, и я знал, что их так же скребет по нервам то, что происходит вокруг, как и меня. Потом появились залы, дворцы, там, стадионы, не только у нас, и за рубежом. Но я все равно сквозь все эти места и времена постарался протащить вот этот вот, вот этот самый дружественный настрой. Мне кажется, вы знаете, если вы хотите, что эти песни стали так популярны, и в общем-то, уже около 15 лет постараюсь я не слезать с пика. Много раз говорили, там, ушел, нет, все, кончился, и так далее, и так далее. Однако, мы как попробуем сделать 6 дней стадионов по 5000 человек 5 раз в день, они полны, и невозможно попасть. Значит, это все неправда. Люди тянутся и хотят это слушать, потому что в них есть доверие, доверие к тем людям, с которыми я разговариваю при помощи этой песни. Что сейчас ты делала? Да. Вас не волнует большое количество филитонов? А мне обо мне? А разве есть обо мне филитонов? Нет. Какой? Мне приходилось в архивах копаться, для того, чтобы посмотреть предыдущее интервью ваше, чтобы не повторяться просто. Вот. И я... Не совсем так. Я думаю, что это неправда. Видите, в чем дело. Те песни были совсем не на злобу дня. Тогда была, вероятно, такая потребность вот в этом простом общении с людьми и настолько уже навязла в зубах, в ушах вот эта вот такая любкая интонация всех этих песен, которые со сцены исполняли, что была потребность тех песен, которые я начал писать поначалу. В них не было ничего на злобу дня. Нет. Вот если они были эти городские или блатные песни, там была только такая одна, но пламенная страсть. Стремление к свободе, к любимой женщине, надежда на то, что его будут ждать, и он обязательно выйдет. Как помните, эту песню за меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги. Это друзья очень близкие. Я правда к дружбе относился раньше, и теперь стараюсь, так оно и, в общем, наверное, и осталось как не к слову, а как действительно к одному. Ну, в общем, я и живу, и живу, и продолжаю жить для своих друзей, и стараюсь писать для них. И эти песни, которые я пишу, теперь я все равно предназначаю с самого начала, я имею в виду даже их ушедших и погибших. Понимаете? Обобщения нет. Вы все-таки продолжаете избирать какой-то один... Нет, ну, видите, в чем дело. Я думаю, что и тогда было обобщение. Но это неправда, что тогда были на злобу дня, а теперь обобщение. Это невозможно определить, есть обобщение или нет обобщения. Это пускай критики разбираются в этом. Откуда я знаю? Есть в этом обобщение или нет? Прямо абсолютно. Дело в том, что я даже часто в общем слышал упреки в этом смысле от профессиональных композиторов, что это нарочно примитивизация, но дело в том, что в одном они правы. Это нарочно, но только не примитивизация, а упрощение. Но я вам сказал, почему? Чтобы это сразу сразу входило, чтобы у людей чтобы они не напрягались, понимаете. Дело в том, что в общем писать сложные мелодии наверное это не так сложно, особенно для профессионалов. И еще я вам скажу, что у меня есть свои ритмы, которые не пользует никто. Точно, что музыканты не могут моими ритмами играть. Музыканты. Когда даже я им покажу, они не могут. Они ужасно простые эти ритмы. Ну вот я даю просто музыканту, профессионалу гитару и говорю, вот сделай этот ритм, но он не может его повторить, этот ритм. Но я вам скажу в чем дело. Эти ритмы настолько, как вам сказать, не расплывчатые, что ли, а наоборот я их могу затягивать, наоборот очень спрессовать. так что вот в зависимости от аудитории, в которой я работаю, в зависимости от аудитории, в зависимости от вот в чем еще принцип авторской песни, мне кажется. Почему она имеет и преимущество перед песней, от репетированной, окончательной, которая работает под оркестр, что я могу поменять даже мелодию, даже мелодию, из-за этого придать окраску песни, которая звучала, скажем, на предыдущем концерте как серьезно, и люди так сдвигали брови, а на следующий раз они улыбаются. Именно из-за того, что я имею возможность из-за своих ритмов поменять, поменять даже вот настроение песни, понимаете. То есть она импровизационна еще, из-за этого получается. Можно импровизировать. Последние пластинки они, по-моему, были записаны с алсамблем, да? Они были, некоторые записаны с оркестром, а некоторые так. А от чем это висит? То, что изменили свои гитары? Вы знаете, это не я изменил гитаре. Дело в том, что когда мы начинали писать здесь, то даже вопроса не возникало о том, что я буду с гитарой. А, в общем, мне хотелось, чтобы появилось хоть кое-что. Я хотел, чтобы тексты хотя бы звучали. Ну, в общем-то, ведь вы понимаете, этот век, в прошлом веке писали письма и только на бумаге, да? А теперь есть еще и магнитофоны и пластинки. Короче говоря, я хотел издания, издания стихов, текстов. И, в общем, сопровождение иногда меня самого коробило. Но я пошел на это, думая, что я смогу это превозмочь общим напором. Ну, короче говоря, тем, что, в общем, тем, что их и отличает эти песни, которые были в первых своих вещах. А дальше то, что записано там, большие диски. Здесь же ведь не вышло ни одного большого диска. Так это все и осталось. Маленькие пластиночки. От кого это зависит? Почему? Не от меня. Не от меня, и ведь, вы понимаете, в чем дело. Даже я и не знаю от кого. Я на очень высоком уровне получаю иногда согласие, потом вдруг это как в вату уплывает. Прямо и не знаешь, кто перед тобой и кого конкретно надо душить. Понимаете? Кого надо брать за горло. Не знаю, не знаю. Дело в том, что, например, лет пять тому назад я записал два диска больших. Один самостоятельный, свой, а другой диск, в котором одна сторона я пою свою песню, а вторую сторону моя жена Марина поет по-русски мои же песни, написанные специально для нее. И эти песни не вышли. Вернее, они надерганы. Кое-что есть в маленьких пластинках из них. Причем то, что, как ни странно, вызывало у редактура наибольшее возражение. там, кони привредливые, Москва, Одесса, они вдруг появились. Потом вдруг я смотрю вместе, мелодии вместе с болгарами издают пластинку, в которых есть еще несколько вещей из этих вот записанных. А у нас так они и не случились. Когда спрашиваешь о причине, там, непосредственно отвечающего за этого человека, он говорит, что, ну, понимаете, там, не все песни безсворные. Я говорю, давайте спорить. А вот от споров они уходят. И, в общем, вы знаете, иногда мне так не хочется портить нервы просто себе. Я думаю, да бог с ним, все равно они появятся на магнитофонах. Кто захочет, тот их услышит. А кому до этого интереса нет, не стоит для них стараться. Вот поэтому я особенно сильно не настаиваю. что-то не хватает им присаживания. Ну, это правда. Вы знаете, это правда. Как ни странно, вот я думаю, что для, как они называются, этот шоу-бизнес, там, нужен им присаживание. Здесь нужно, может быть, как-то по-другому, какой-то другой человек, но во всяком случае не не редактура, в том смысле слова, как она здесь понимается, особенно на мелодии, а что-то другое. Это должен человек, который от начала до конца заинтересован в том, чтобы это вышло. Потому что вдруг кто-то заинтересован, потом на кого-то уперлся, он говорит, да зачем сейчас это делать, мало ли обсуждать, да и времени нету, а потом, наверное, будут скандалы, лучше не надо. Ну, это же вы знаете, у нас так часто бывает, человек хочет так, чтобы не двигалось, знаете, чтобы осталось так вот, как нас, на том уровне, как это было раньше. Вот поэтому я сильно не стремлюсь. Как сейчас мне сообщили, что они очень заинтересованы в некоторых моих вещах. Ну, я решил сделать пластинку из песен, которые выброшены из Робин Гуди. Из стрелы стрелы Робин Гуда была такая картина, их выбросили оттуда полностью, сказав, что это песни трагические, очень такого накала драматического, а в общем это приключенческие фильмы, они туда не лезут. Их оттуда убрали, я решил сделать на тему Робин Гуда, вольных стрелков, сделать вот такую пластинку. Возможно это получится, возможно нет. Вы надеетесь, что получится. Ну, я очень тоже надеюсь, потому что, вы знаете, я вам скажу, что ведь это уже сколько лет идут разговоры о том, чтобы сделать у нас большой. Я писал туда песни, музыку, для, ну, такие музыкальные номера писал. Она и для детей, и для взрослых эта пластинка. Расхватывается она невероятно. Художник там очень хороший, который оформил этот вот. Это, пожалуй, из самых удачных оформлений, которые у нас были. В общем, это было все хорошо. Знаете, вот вначале сказали, что... Знаете, специального музыкального образования я не имею. Я учился играть на рояле, и потом по необходимости, когда я учился в театральном училище, был такой человек, Борис Ильич Горшилов, друг Станиславского, и учитель, очень многих людей. Он сказал, вам очень пригодится этот инструмент. И заставил меня, чтобы я овладел этим инструментом. Какие, что вас всегда заставляли, неужели у вас не было интереса? Вы знаете, интереса вот к музыке, к самой особого не было. Но мне хотелось в компаниях играть, ну, чтобы я мог как-то там выделяться. Это все-таки самоутверждение, особенно у молодых людей. И это мне помогало, из-за этого я и учился, из-за этого я и начал играть на гитаре. Наверное, да. Мне задаются много вопросов о вашей биографии, о том, что никто толком не знает ничего. Может быть, вы можете рассказать, что вы считаете нужным? о биографии особенно. Знаете, как однажды меня кто-то назвал, что Высоцкий это живая легенда Польши, никто ничего не знает, а больше всего знает, а песен больше всего исполняется. Так что, в общем, в принципе, я бы предпочитал не рассказывать о биографии. И не потому, что там, значит, есть нечто такое, что я хочу скрыть. Нет. А просто потому, что это малоинтересно. Интереснее говорить про то, что я успел сделать за это время, а не то, что я успел прожить. Понимаете? Но существуют легенды, причем еще прицелить. Легенды, на плену, и Бог с ними. Вы знаете, я их не хочу опровергать. Помните, как Александр Сергеевич сказал, от плохих стихов не отказываюсь, надеюсь на добрую славу своего имени, а от хороших признаться и сил нет отказаться. Так что, в общем, в общем, так, у меня не было никого в семье, значит, ни актеров, не режиссер, в общем, никого из искусства. Просто мама моя очень любила театр и самых-самых малых лет таскала меня в театр. И каждую субботу в воскресенье, просто каждую субботу в воскресенье, ну, я скажем, думаю, лет до 13-14 она меня таскала в театр. И я думаю, что это осталось. А потом, там были какие-то конфликты между родителями, одни хотели, чтобы я стал нормальным советским инженером. И я поступил, в общем, в институт, в строительный, который на механический факультет и учился там. Ну, потом почувствовал, что это совсем, это я не в моготу, я однажды ночью залил чертеж, шестой раз переделанный, и сказал своему другу, что я с завтрашнего дня больше не хожу. То есть я ходил формально получать стипендию, потому что тогда это были большие деньги, 24 рубля. Вот. Ну, и, значит, и перестал. А в это время уже несколько лет я занимался в самодеятельности. Но это не такая самодеятельность, к которой мы привыкли вот уже, и которая сразу оскомину называет, а хочет самодеятельность. Как однажды Ливанов спросил нашего министра культуры, а вы пошли к самодеятельному гинекологу. В общем, это так все самодеятельность по этому поводу прошлись в каких-то картинах. Но бывает иногда, ну, как всегда, бывают исключения. У нас не была самодеятельность, это просто люди, кроме своей работы, занимались еще другим делом, любимым более чем работой. Это было хобби, которое еще тогда не оплачивалось, скажем, да? Ну вот, это был Богомолов, руководитель этого коллектива. Он артист художественного театра, он был даже когда-то в коллегии, подавал большие надежды, потом что-то закис, а теперь он опять всплыл, и вот вроде он будет даже главным режиссером, если будет разделение художественного театра, по-моему, оно уже произошло даже, вот этого филиала, художественного театра, только другого, иначе который в филиале. Я работал у него, он на нас пробовал многие свои будущие спектакли, и работал с нами режиссерски, как с профессионалами. И я начал набирать у него очень сильно, по его словам. Вот, конечно, это меня увлекало более, чем студенчество мое. И я оттуда ушел, ушел, просто ушел, и стал поступать. В общем, кончил я студию МХАТ, поступил с диким трудом, считалось, что мой голос не приспособлен для сцены. Меня даже пытались прогнать за профнепригодность из-за голоса. Но Масальский Павел Владимирович, который умер вот неделю тому назад, он не дал меня прогнать. Не дал мне закончить училище, и я, значит, в числе нескольких лучших, вот, на их взгляд, учеников, кончил училище МХАТ. Стал выбирать театры, было масса неудач, но тут уже я не хочу разговаривать, потому что приглашали туда-сюда, я выбрал совсем самый худший вариант из всего, что мне предлагало. Вот, тогда начинался новый театр, я все в новые дела куда-то суюсь, понимаете, Равенских начинал, обещал, 40 бойчиков-аристантов, что-нибудь выполнил, в общем, ничего интересного из этого театра не сделал. Поставил несколько любопытных спектаклей, и все, я оттуда ушел, начал бродить, бродить по разным театрам, даже работал в театре миниатюр. Театром, кино, ездил, снимался в маленьких ролях, а потом, когда организовался вот этот театр, через месяц я сюда попал. По рекомендации, Слава Любшина, он у нас работал тогда, и стал в нем работать, вот и все. Вот. Вы знаете, в связи с последней вашей роли, в кино, большой вашей роли, да, вот эта вот банда, черной кошки, вы ее вообще достали в жизни? Вы знаете, когда мне было совсем-совсем немного лет, я помню эту облаву, потому что мы жили в трехэтажном доме напротив точно Ржевского вокзала, где была облава, они собирались ограбить, там были пути, которые приходили эшелоны из Германии, и они, было запланировано ограбление этих эшелонов, как нам рассказывали, и мы помним стрельбу, колоссальное количество милицейских машин, и мы смотрели в форточку, я помню эту облаву, но я был настолько малолетка, что я тогда еще не очень понимал, что это такое, но я все-таки как-то вот помню вот это вот название. Это не случайно? Нет, это не случайно, это мы сделали, это в общем-то я виноват в том, что мы стали что мы сделали эту картину, эта картина была отдана в Ленинград другому человеку, но писалось это с меня и для меня, братьями, и они меня встретили и сказали, Валер, ну чтоб ты это делал, я говорю, и вдруг мне мой друг, режиссер Вертикали, Слава Говорухин, говорит, слушай, ты читал такое есть эра милосердия, это уже не детектив, а это ближе к литературе, там есть характеры, я почитал, и мы вместе, совместными усилиями, отняли у одной студии, передали в Одессу, ну в Одессе, как вы понимаете, только павильоны, ну и, значит, вот так вот я начал сниматься в Одессе, на экраны, это я играл Дон Гуана в маленьких трагедиях Пушкина, у Швейцера, ну вот, с очень хорошими актерами, это телефильм, но возможно он будет и на экраны, это бывает, такие они делают, я вам подумал, очень интересно, вечерская, ну ладно, давайте сейчас, давайте, это не важно, спрашивайте, у вас же план есть, давайте мы, давайте мы закончим быстро, потому что это очень сложно, ну хорошо, и так, значит, в рецензии в литературной газете было сказано, что вы, Жеглов, и Шарапов, совершенно разные люди, вы согласны с этим? Да, вы знаете, я согласен почти со всеми рецензиями, но они все остановились на четверти пути в разговоре об этом, вы знаете, я ведь не очень люблю профессию, и актерскую, я сейчас ухожу из нее, и из театра, и из кино потихонечку, так выхожу, буду сам делать это, исполнительскую профессию, хотя есть гениальный исполнитель, да, рихтер, скажем, вот, я ее меньше предпочитаю, чем профессию авторскую, творческую, профессию творца, который сам придумывает и сам воплощает, понимаете, вот, поэтому, значит, вот по поводу этой роли, почему я и согласился, ну, во-первых, я хотел работать кланом, это моя давнишняя мечта, мне снова хотелось вернуть десятилетней давности ощущения свои, которые были у меня в Одессе, когда я снимался в картине «Короткие встречи», когда все были на площадке, даже ненужные актеры, у Киры Муратовой, вот, это была очень хорошая картина, она, к сожалению, очень мало тиражирована, и, в общем, она прошла, да, сверху, значит, они все становились на четверти пути, дело в том, что вообще, в принципе, вот эта вот драматургия, на чем построена вообще вся вещь, эдакий, ну, что ли, голубой герой, который призывает к милосердию, к тому, что кончена война, и к тому, что уже хватит, и нужно, наоборот, все в сторону умягчения, не ужесточения, и что нужно действовать честно, даже с нечестными людьми, это, в общем, позиция на словах, она хороша, но вот если сейчас кругом посмотреть, поглядеть, что в мире происходит, и о терроризме, и о том, что вот эти вот красные бригады стреляют по ногам детям, а потом на их глазах убивают учителя, начинаешь сомневаться, кто из них, в общем, прав. И если вы обратили внимание, то вайнеры, они это как раз ухватили, как в этой вещи, они были очень серьезные, когда они поссорились, окончая к ним, два персонажа по книге, и разошлись, тот сказал, я не хочу с тобой работать, а Жигулов ему ответил, ну и как хочешь. И приходит Шарапов в Мур, и видит траурные рамочки свою любимую девушку, которую убили те же бандиты. И вот в данный момент, если бы они ему сейчас попали, он любым способом упрятал бы их за решетку, если бы не уничтожили. Правда? Вот Жигулов мой находится все время в этой позиции, в которой Шарапов мог бы оказаться в конце картины. Понимаете? И, в общем-то, я его нигде не оправдывал. Я даже не знаю, что я с ним делал. Я, в общем, только знаю одно, что нету людей, у которых очень много перемешанного у нас всего, да и у профессионалов тоже, и у него. Это видно по картине, правда? Вот Ольга Чайковская, там она хорошо написала, что... И вот мы не понимаем, нам нравится или не нравится, нравится или не нравится. Кстати говоря, очень многим людям нравится, что он засунул кошелек в карман и так ловко, потому что это явный вор. Возможно, он так бы не стал себя вести с человеком, который не уверен. Ну, а... Вот одно я сделал в этой картине, это... Я считаю, что это моя заслуга, собственно, моя заслуга, что он ошибается, что если он подозревает, что это преступник, все для него человек перестает существовать. Человек в нем. И поэтому с единственным приличным человеком он ошибся. Поэтому он так ведет, понимаете. Вот в этом, может быть, есть что-то. Но они никто не договорили, что это теперь очень интересно и важно исследовать эту тему, кто из них прав. Как нужно обращаться с террором таким же, в общем, способом. Или все-таки терпеть и пытаться находить другие пути. Вот это... Никто же на этот вопрос не может ответить в мире? Ну, дискуссия идет все время, как столь. Ну, идет, идет. Ну, вот 30-е годы америкашки взяли да уничтожили банды. Как? Они дали приказ. Ну, не приказ, а разрешение убивать на всех общих. Я вам хочу сказать, что мы... Я, например, и согласился сниматься в этой картине, чтобы этот вопрос поставить. Поставить. Со своей точки зрения, как мы... От имени моего персонажа я утверждаю, что нужно так с ним. Их надо давить. От начала до конца, если ты уверен абсолютно, что это преступник на 100%. Но бывают ошибки. В данном фильме это была ошибка омерзительная со стороны Жеглова. Но в другой раз может быть не так страшно. Ну, так и должно быть мое, да, конечно. Конечно, я его немножечко... Вы не пытаетесь полностью перевоплощать? Я его немножечко... Нет, я это не люблю, я это не выношу. И вообще, я считаю, что это неправильно. Особенно в наш век. Этот театр ушел. Театр, когда клеили носы, перевоплощали, сделали себе другие лица, говорили другими голосами и так далее. Это неинтересный театр. А что играет сам себя? С каком-то плане? Вы знаете, в чем дело? Это тоже довольно очень просто поставлен вопрос. Я не просто самого себя. Я просто своего героя немножечко подмял под то, что мне казалось удобнее. Но, конечно, не самого себя. Они же ведь, я вам говорю, они писали немножечко с меня, вот с образа, который создался у них из-за моих песен. Мне было проще работать из-за этого. Это особая роль, понимаете? Это особая роль, потому что она вот так вот была сделана с самого начала автора. Создалось такое впечатление, что вы когда-то имели дело, может быть, не имели дело, а вот, может быть, вы наблюдали, или, может быть, кто-нибудь из-за этого работал в милиции у вас. Нет. Вы знаете, вот об этом мой разговор вот так часто и с песнями. Но вы-то сейчас спрашиваете, как профессионал, а есть очень многие люди, которые отождествляют меня с тем, кого я изображаю на экране. И они пишут в МВД капитану Жеглову. И не от того, что они кретин и идиоты, они полагают, что существует такой персонаж и что я на время стал им. Вот какое у них ощущение, потому что я не могу всех принимать за таких серых людей, знаете, которые, ну, например, они мне пишут там, зачем ты убил лошадь там. Ну, это я еще понимаю, где-то служили два товарища, но когда они в песнях, когда я пою «Я скачу, но я скачу иначе», они же не могут меня принять за скакуна и находиться, правда? Хотя я пою от первого лица. Тут, наверное, у них начинают у моих слушателей и зрителей работать шарики. Значит, что-то под этим я имел в виду, ведь это не лошадь, значит, это какой-то символ. В общем, с ними что-то делается с этими людьми. А я вообще ведь очень дорожу своими зрителями и слушателями, когда в самом начале своих выступлений, вот я обращаюсь к ним, говорю, дорогие, я правда ими дорожу, очень дорожу, потому что вот для авторской песни совсем не нужны катуржи, совсем не нужен свет, перемена, приподнятость, вот эта зрелищность, в ней нужно это все сдернуть, снять совсем, понимаете? И поэтому они мне необходимы, эти люди, и если мне кажется, к середине или там к концу, что что-то с ними случилось, что они когда-то это вспомнят, вот мне кажется, что цель достигнута, поэтому я очень часто прошу их не аплодировать, понимаете, по самому началу, чтобы не разрушить ощущение беседы доверительной. Вот так. Кстати говоря, как из вас было? О, она не была, вы видите, как, она не была второстепенной. Это была второстепенная роль в «Бегсе мистерем Маккинли», это была роль, в общем, по, даже по метражу, и даже по нагрузке, как роль Баниониса. Это человек, который рассказывал эту картину, уличный певец. Я написал 9 баллад для этой картины, громадных баллад. Мне кажется, это была, пожалуй, самая удачная моя работа в кино, как вот автора вот этих песен, баллад, музыки. Но они, к сожалению, опять, как хочет, очень часто, это бывает, не вошли в картину. Там была, например, баллада о человеке, который недолюбил, недопригубил вино. Может быть, мне до, вы слыхали такая песня? Да, слышали. Кто-то высмотрел плод. Вот это вот об этом, об этом разговор шел. Это кино было намного более серьезно, на мой взгляд, и современно. Но материал картины получился более тягучий и более тяжелый. И эти песни не легли туда. Вернее, на мой взгляд, они легли, но на взгляд вот людей, которые принимали эту картину, нет. Они научились очень здорово сейчас говорить, значит, находить способы, чтобы это убирать, говорят, ну как, мы можем про них писать, откуда это же клюква развесистая получается. Вот. Я считаю, что они неправы. Вот. Смысловая нагрузка в этой картине лежала на мне точно так же, как и на нем. Но, к сожалению, этого не случилось, видите. И это не просто второстепенная роль, это просто, это совсем какой-то маленький эпизод оказался. Эти люди все время возникали рядом с этим человеком. Это люди, которые рассказывали о том, что это человек, который прошел две больших войны, и что вот этот вот, что не существует маленьких людей. Вообще, в этих балладах была колоссальная нагрузка, смысловая картина. Но если их принял Леонов, вы знаете, он человек капризный, то это о многом говорит. Но, к сожалению, там, кроме Леонов, были еще другие начальники, они, значит, все это убрали. Вот. Вот что случилось с кино. Вообще, я должен вам сказать, что с кино не сложилось. У меня было несколько ролей, которых вы, к сожалению, не видели, не помните. Вот, например, «Короткие встречи», картина, где, я считаю, что это одна из самых лучших моих работ. Кира Муратова. Она очень была мало тиражей, была она такая сложная картина. Потом служили два товарища Карелова. Эта роль моя, в общем, там была просто полная вивисекция. Иссечение членов. Короче говоря, у меня есть ролик на 30 минут того, что не вошло в картину. Моей роли. Потому что тогда, я помню, живой Эрнштамм сказал, если вы хотите, чтобы эта картина вышла на экран, и посмотрите, что у вас получается. Один из ваших героев положительных все время молчит, другой болтает, и в будущем, в 37-м году, он будет одним из тех следователей, которые будут просто как не задумываясь стрелять и приговаривать. И единственный человек, который у вас себя ведет прилично, и как мужчина, и как воин, и как интеллектуал, и в общем, это получается белый офицер. Мы из-за этого вынуждены мы были убрать очень-очень-очень-очень много из этой картины. И получилась опять эта роль в двух товарищах, ну, вроде бы, и главная, но опять без той нагрузки, которую она имела в сценарии. Понимаете? Вы почитайте сценарий, вы увидите. А сценарий изумительный. Просто опубликован как книжка. Я считаю, что это вообще лучшее, что они написали. И впервые был образ такого на экране такого офицера. Хотя после вот этих вот срезок и вырезок даже в одной маленькой статейке появилась такая фраза о том, что это шаблонный, банальный образ белого офицера. Вы знаете, это меня так поразило. Я вчера была в нашем спектакле, где выиграли гаммуты. Я бы хотела в общем-то задать такие, может быть, немного неделикатные вопросы. Может быть, как дилетант в театре. В общем-то, театр, я считаю, что я понимаю. Меня поразили, например, декорации. Почему именно такие нюансы, как декорации, ваши костюмы именно такими были? Сейчас я вам объясню. Я считаю, что это спектакль, о котором несправедливо умолчали, он был сделан 9 лет тому назад. Ну, знаете, почему, это надо спрашивать у режиссера. Я считаю, что... Не только согласен, я это принял двумя руками, голосовал за это. Я считаю, что, и не только я, вы знаете, тут приезжает один человек, который держит арт-ньюз, журнал. Он просто каждый раз приезжает сюда и идет глядеть этот спектакль. Он сказал, что это самый демократичный гамрик, который я когда-либо видел. Вы знаете, что это вставшая на дыбы земля, этот занавес, что он работает как судьба, что он сметает в могилу и правых, и виноватых, что он стал действующим лицом, что он дал возможность зрителям, которые всегда хотят увидеть, а что там за кулисами поглядеть, нате и поглядите. Вы знаете, это удивительная штука, но кроме всего прочего, конечно, вы говорите, почему так одеты актеры? Сейчас я вам объясню, почему. А почему вы думаете, что в Дании, например, в то время не ходили в шерсти, только в шерсти и ходили? Вот в чем дело-то? Ходили в шерсти, в грубой шерсти и в кожах. Значит, это не абстракция, как я поняла? Нет. Это почему-то казалось спектакль полной абстракцией. Нет, это не правда. Единственное, что там есть, это вечное актерство. Полное смешение костюмов вот в этой команде актеров. Но это и есть находка режиссерская, на мой взгляд, очень интересная, что он сделал вечное актерство. Они во все времена бывали такими, наигрывали всегда, забывали и так далее, и так далее. И, в общем, как говорится, но ведь дело вот в чем. Гамлет ведь затеял мышеловку у нас в спектакле не для того, чтобы посмотреть, виноват дядя Винец, убил ли он отца или нет. Сейчас. Здрасте, я только... А я даю, затевая эту историю, может быть, первый раз за все постановки гамлетовские, чтобы, ну, как вам сказать, чтобы мне очень хочется, чтобы король теперешний был не виноват. Потому что он не очень хочет убивать. И поэтому он Горацио говорит, я тебя очень прошу, смотри в оба, быть может, от этого у меня. Тут я очень устал, понимаешь? Может быть, король не виноват. Ему так не хочется, чтобы он был. Он мышеловку задевает для того, чтобы убедиться, что король не виноват, что это у него вот тут вот. Он исходит. Понимаете? Вот в чем дело. Это вы его спектакле не совсем понимаете. Ну, это же очень сложно. Вы поймите, ведь еще, тут есть еще какая-то вещь, там так много режиссуры. Вы пришли первый раз, может, первый, второй, третий. Мы-то над этим работали все-таки много времени, там полтора года. Вы пришли сразу, еще урывками стояли, неудобно и так далее, поэтому вы на этом не зафиксировались просто. И все. Там есть много. Человек хочет уличить неверную жену и всеми... Слушай, я не смотрела «Мастера Маргариту», но, знаете, например, я очень сомневаюсь, можно ли такое произведение булгарковское поставить в каком-то таком закрытом помещении, вот, трехмерном пространстве в театре? Можно, потому что это театральная фантасмагория. Это можно сделать в каждом театре свой мастер Маргариты. Вы видите, что на тех же декорациях, на тех же приемах и даже написано в афише, кто не видел старых спектаклей, нищетоды, лучше не ходить. Там очень здорово сделана инсценировка, и, во-вторых, это театральная нашего театра фантасмагория. Вот из-за чего он так сделан. Вы ведь видите, это говорите, на мой взгляд, ну, конечно, у каждого свой взгляд, на ваш взгляд, так оно и вот, любимовский взгляд, по-другому. Вот и все. И больше ничего. Каждый ведь имеет свой взгляд, и каждый делает по-своему. В этом-то весь смысл, и я это очень уважаю. В людях, и у нас, и в нашем главном, и в мире. Я хотел, я хотел, немножко, головарий вопрос задать. Все-таки я хочу знать, как именно это думать. Ваше творчество, или эту песню. Ваше творчество, как вы думаете, оно все-таки нет? Какая-то зуба русскому, понятно, только русскому человеку. По-моему, по-моему, в большинстве, по-моему, в большинстве, потому что единственное, что беспокоит, я ведь очень много пел за границей, что их беспокоит, это и темперамент, напор, и когда им переводят довольно точно, тогда это их поражает. И все-таки они недоумевают и не понимают, а почему же по этому поводу надо так выкладываться и так прокрикивать вот про это, понимаете? Вот, конечно, мне кажется, что, конечно, корни русские у этого, у этих песен, очень, особенно последние песни, особенно последние вещи, которых вы, может быть, и не знаете, а может быть, и знаете, хотя бы последние пластинки их много, и упала, и банька, лошадь, правда, новая, и кривая, и нелегкая, вот все эти вещи, это, конечно. И я стал в последнее время много писать, даже, даже...